МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня всегда очень серьезно раздражает, так сказать, иностранная пресса или просто на заседаниях разговоры о России, как о стране глубоко отсталой, а о том, что там вроде того, что прогноз пессима и ничего хорошего вроде как бы в динамике нет, и постоянно разговоры о Чечне или о чем-то еще негативном. И когда я сказала о том, что надо все-таки, наверное, Россию видеть прежде всего своими глазами, мне предложили принять вот как бы комитет по социальной сплоченности у себя в городе. И вот это результат того диалога, который у меня состоялся с обязателем этого комитета Лоурелли. Они приплывают к нам на теплоходе, они будут у нас присутствовать здесь два дня работать. И помимо основной работы мы, конечно, им покажем наш город. И одновременно на этом же теплоходе к нам приплывают мэры 70 городов. Это ассоциация малых и средних городов России, которые тоже будут в диалоге с европейцами. И по результатам этих совещаний будут подготовлены серьезные документы и на уровень Совета Европы, и на уровень Конгресса по реализации самой реформы местного самоправления. Во время работы Европейского саммита в Угличе впервые будет проходить межрегиональная выставка-ярмарка Народных художественных промыслов Золотого кольца России 2004 под названием «Угличе поле». Сразу следует сказать, что это совместный проект администрации округа и инвестиционно-строительного холдинга «Губернский город и компания». Представительство которого также под названием «Угличе поле» недавно начало свою деятельность в нашем городе. Будут на этой ярмарке представлены мастера художественных промыслов областей, которые прилегают к Ярославской области. Это шесть областей. Представлены и выбраны наиболее интересные мастера и предприятия, которые занимаются, работают в этой области. Ярмарка предполагается быть очень интересной, насыщенной, потому что кроме просто показа и реализации товаров будут показаны, и как эти товары изготовляются. В частности, будут работать кузницы, будут работать стеклодувы. Это, естественно, очень интересно, как создаются изделия. Когда мы думали об этом мероприятии, конечно, мы думали, что это будет долговременная программа. Это не разовое событие. Действительно, оно первое. Может быть, оно будет относительно скромным, потому что и время, прямо скажем так, поздняя осень. Но это первый раз. Но надеемся, что атмосфера будет очень хорошая, праздничная. И очень хочется заложить основы действительно будущей такой успешной ярмарки, которая традиционно в прошлые времена присутствовала в городе Угличе. И вот на современном этапе ее хочется возродить. Межрегиональная ярмарка Угличе-Поль, которая должна будет показать нашим гостям самобытную, творческую и культурную сторону российской глубинки, это лишь самое начало деятельности холдинга «Губернский город и компания» в Угличе. В целом, у него на наш город далеко идущие планы. Анализируя сегодняшнюю ситуацию, ситуацию сегодняшнего дня, мы пришли к выводу, что развитие малых городов и средних городов просто уже востребовано. То есть это очень-очень актуальный вопрос сейчас. И город Углич среди вот таких городов был выбран первым, на который мы обратили свое внимание. Почему? Ну здесь, конечно, сыграла прежде всего личность мэра Элеонора Михайловна Шереметьева, как человека, который нацелен на развитие своего города, который готов активно сотрудничать с инвесторами, что, в принципе, является уже основой любого сотрудничества. То есть это, прежде всего, взаимопонимание и доверие друг другу. Именно здесь родились такие интересные предложения, которые были поддержаны администрацией, и это вылилось в подписание соглашения между нашей компанией «Губернский город» и администрацией города Углича. О сотрудничестве. О сотрудничестве, да, о сотрудничестве. И каковы перспективы этого сотрудничества? Мы перед собой поставили не просто задачу войти в город и построить ряд каких-то жилых комплексов, объектов или нежилой недвижимости. Мы сюда пришли с пониманием, что город просит комплексного подхода. В это понятие мы вкладываем комплексный подход гармоничное развитие города. То есть мы понимаем, что кроме строительства жилья нужно еще и задуматься над тем, кто это будет жилье покупать и на какие средства это будет покупаться жилье. И в связи с этим мы в своей деятельности включили ряд программ, которые связаны с созданием новых рабочих мест в городе Углича, с созданием финансовой системы поддержки населения. Я хочу сделать акцент только желательно активного населения. То есть те люди, которые и хотят зарабатывать, и им просто нужно помочь в этом плане. Поэтому здесь предполагается создание и развитие сети кредитных кооперативов, которые именно будут поддерживать активную часть населения. Кроме того, предполагается, что в городе на базе нашего представительства, а этим представительством является предприятие Угличе поле, которое вот недавно создано, зарегистрировано здесь в Угличе, будут созданы информационно-консультационные службы, которые будут как информировать граждан о возможностях, скажем так, развития бизнеса, так и помогать им в их первых шагах. Есть еще интересные проекты. Они связаны с обустройством левого берега Волги, где предполагается создание выставочных комплексов, которые будут постоянно действующими. Потому что мы видим одной из своих задач так содействовать городу, чтобы он стал привлекательным не только в течение летнего периода времени для туристов, но и в течение всего года. Но это дальняя перспектива. Она сейчас прорабатывается, но предположительно, что здесь будут воссозданы, в этом парке, который будет там организован, русские ремесла в виде действующих, скажем так, моделей. Будет создана зона отдыха для возможности отдыха на воде. Вот это то, что вот сейчас уже наметки есть такие. Есть мысль создания агропарка там, где можно будет, можно так назвать его, мини-ВДНХ. Помните, когда раньше можно было посмотреть интересных крупных животных, которые выращиваются, или культуры, которые выращиваются. То есть это тоже возможно как раз создание в этой области. Вот это касается, то, что мы видим, можем сделать в плане, скажем так, оживления, может быть, жизни города. Развитие туристической инфраструктуры. Да, это действительно развитие туристической инфраструктуры, и к этому мы очень серьезно относимся. Ну что ж, спасибо и желаю Вам успеха. Спасибо огромное. Спасибо огромное.